Не те студенты, которые аудитории не покидают столет. Задолжные студенческие и всеми любимые школьные песни эхом звучали у Биг Бена. Солисты хорового ансамбля даже костюмы соответствующие подобрали, строгие биджаки и белые фартуки. Созвучно к первому сентября. Солисты признали, что хотелось всем напомнить, что школа это веселая пора. Да, как вот мы поем школьные годы чудесные, с книгой, с песней. Так оно и есть. Конечно, вспоминаются одноклассники, вспоминаются учителя, вспоминаются вот эти эмоции. Через песни все наши зрители услышат наше настроение. Мы же все учились в школе, много лет для нас это было праздником, а сегодня у нас есть уникальная возможность поделиться, поздравить школьников. Тем более такая прекрасная погода, такое уникальное место. Ну это очень интересно, мне кажется. Я думаю, зрителям понравится. Правда, место зрительского зала – шикарные окрестности города. Нет ни оваций, ни акустики. Песни под открытым небом красноярцы смогли услышать в режиме онлайн. Там, где трудно одному, справлюсь вместе с вами, где чего-то не поймут, разберем с друзьями. Гостей не приглашали из-за пандемии. Прямая трансляция проходила в социальных сетях. Концерт на крыше для артистов проходит впервые. Здесь 30-метровая высота. Жаль, что жители, которые сейчас проходят мимо, не слышат известных с детства песен. Проблем со звуком добавил и сильный ветер. Музыканты духового оркестра тоже пытались настроиться на то, чтобы сыграть в непривычной обстановке, но от всей души. Необычный концерт под открытым небом продлился около часа. Музыканты и солисты признали, что период карантина научил их выступать в любом месте. Несколько раз они исполняли песни под окнами красноярских больниц, чтобы приободрить врачей и пациентов. Говорят, и дальше продолжат искать новые форматы для своих концертов. Екатерина Павленко, Алексей Овсяников, Енисей. Новости.